Девочка-пай Девочка-пай Всем привет! Сегодня суббота, прекрасный день. И мы в поисках горы, возвышенности, с хорошим видом. Пока у нас это получается. Но дорога, как видно, непростая. Поднимаемся вверх, она все сужается и сужается. Но все равно мы будем пробовать. Сами едем первый раз. Так что будем искать вместе. А вот, наконец, мы встретили знак, куда мы едем. Монте-Биньон. До него ехать примерно еще около 10 километров, может быть, чуть меньше. Я думаю, что... Я, конечно, мы с вами доедем первый раз. Но я думаю, что мы доедем примерно вот до тех столбов. Не уверен, но думаю, что мы будем где-то там. Но все равно попробуем. Сзади меня каштановое дерево. На нем каштаны. Каштаны, которые можно есть. Те, кто были в Италии, в конце августа, в сентябре, на площадях, в туристических зонах, их жарили, подавали, как сладкое. Форма листьев у дерева другая. Этот каштан можно отличить по листьям. А сами каштаны, сами плоды, они очень похожи на наши каштаны, которые у нас растут в Беларуси, в России. Поехали дальше. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корова и овцы. Нет, там, наверное, еще пару коров есть. Я думал, это, типа, главная корова, а остальные овцы. Но нет, пару коров все-таки там есть. Так, видна церковь. Пошли, сходим, посмотрим. Оттуда, наверное, будет лучше видно. Короче, здесь можно было бы проехать. Да, в принципе, можно было бы проехать, но... Да, жалко машину. До церкви можно доехать. Слушай, а там еще одна антенна за церкви. Да, еще одна антенна. Кстати, надо проверить ради интереса, потому что здесь же, наверное, это центральная антенна или нет? Короче, мы еще по навигатору 700 метров не доехали. Но тут дороги нету. И не знаю, можно ли тут ехать. Как бы можно, но не нужно. Продолжение следует... Ну что, вот мы и поднялись на гору Монте-Биньон. Жалко, тучи заслоняют вид моря, потому что если присмотреться, то там видно море. Не знаю, на камеру это видно или нет. Синяя такая полоса. Это море. Я не знаю, это, наверное, дождь, да, или нет? То, что под тучей. Как ты думаешь? Наверное, дождь. Мы от него как-то боком отъехали. Проехали. Наверное, он нас не задел. Наверное, когда будем возвращаться обратно, может, нас и заденет. Нет, там нету дождя. Не червячка уже кто-то искал для рыбалки. Здесь мораж. Нет. Ну, здесь прям так перерыто, беспалевно. Ну, вот мы где-то вот здесь. Да не где-то, а прямо здесь. Гора Монт-Биньон. Мы вот так вот ехали, 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 поднимались, поднимались, поднимались. Немного, наверное, в объезд ехали, наверное. О, эти самые. Кто? Таких, которые. О, а вот, кстати, даже кого не ожидал тут встретить. Мотогонщики. Только интересно, они здесь просто проездом? Или это какой-то клуб? Они забрались на гору. А, это они забрались на гору. Интересно, они сюда и проедут? Наверное, да. О, не справился. А он еще второй выехал откуда-то. Ну, давай, 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 жми на газ. Он видно. Я не знаю, видно на камеру или нет. Я, наверное, сейчас приближу. Покажу. Давай, 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 ну. Молодец, молодец, выехал. А второй не. Короче, они этот участок оба не смогли проехать. Хотя, смотрите, смотрите, топчет, давай, давай. Не, 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 заглох. Давай, давай, давай. Молодец. Как-то они едут ногу свисше. Ну, они как-то неправильно ездят, мне кажется. Ну да, нельзя сидеть, когда поднимаешься вверх. Надо стоять на... Стоять или надо ближе к баку. Или вперед же, наверное, тянуть. Да, ближе к баку надо сидеть. А он сидит на пятачке на заднице, как надо при спуске сидеть. Эх, дайте нам, мы сейчас вам покажем. Да, где крест. Да, где мой крест. Он бы им сейчас тут показал, как надо. Да, вот, кстати, шиповник. Можно будет чай заварить. Это для тех, кто... Да, для тех, кто хочет чай бесплатно. Ну, как-то он крепко держится. Ну что, туча решила все-таки на нас пойти. Она стремительно движется в нашу сторону. И это видно вот там, видно. Сейчас посмотрим. Сходим. Не, не так надо. Интересно, сколько нужно подождать, чтобы она прошла. Потому что, если она пройдет, то сразу откроется вид на море. Если бы, конечно, знать, через сколько она пройдет. Ты все ешь? А, спасибо. Ммм, слушай, вкусная? Да не уйдет. Сколько много? Я тебе просто говорю. Лукошка, чтобы было, сейчас бы насобирали бы. Домой бы забрали. Да еще. Так, а что бы ты приспособить? Что у нас есть в машине? Может, сходить? Зачем? Ну, пакетика уже нет у нас, да? Да, пакетик потрется, надо корыться. Давайте, и мы с вами что-нибудь соберем. Опа. На, ешь. Я буду еще собирать. Сходи. Да ладно, я тут, что-нибудь тоже пособираю. Слушай, ну. Можно литр ягод насобирать. Литр ягод? Ну, чтобы спуститься вниз к машине, потом, когда поднимешься обратно сюда вверх, уже переходишь в все ягоды эти есть. Потому что туда-сюда, вверх, вниз, это не так уж и просто. Блин, ну там, конечно, столько этих шипов, что залезть туда. Будем сейчас пробовать. Ну-ка, я хочу вот эту ягодку. Ау, 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 ну-ка, давай, давай. Ну-ка. Ау, варенье. Слушай, ну туча... Я не могу понять, все, туча на нас идет или нет? Вроде как бы на нас, но... Ну, это оттуда. Но она... Смотри. Нам идет вот оттуда. Оттуда? Так что скоро придется. Не, ну, может быть, подождать, когда она пройдет, и откроется вид на море. Потому что как-то засада с этой тучей. Через 10 утра. Как рекоменде rele Hilfe? Как грознее. Выρχею, не прохожу. Вау, fraterators. Вау, свет. Вау, хватает وس entertainment. так ну что смотрите что у нас есть когда семечки чистили по одной же есть как-то не очень да в кучу собрали вкуснее аналогию теперь понимаете да блин не лезут все в рот семечки же легче суши они они наверное сильно вниз не поехали хотя он ну как они отсюда выехали это конечно вот там виден склон без деревьев да это понятно там поднялись они хорошо молодцы а вот там же идет лес густой и они оттуда выехали круто молодцы так ну что становится все прохладнее прохладнее руки уже начинают замерзать это значит что туча уже хорошо над нами даже если сильно присмотреться то первая антенна уже в облаке руки начинают замерзать надо холодно а вон кстати туча он уже как видите близко она уже грубо говоря с нами так ну ладно отходим от куста а то это бесконечно руки замерзли ночи а вон уже видно антенна в облаке холодно если бы не эта туча конечно было да погнали опять ягоды это все вкусно выглядит пойдем дальше что что весь куст черный ну да много много ну здесь уже машину недалеко давай посмотрим что в машине есть как раз можно подождать может пусть и пройдет ну что на этом красивом виде заканчиваем сегодняшнее наше субботнее путешествие если понравилось видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и до новых встреч пока а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует...